Новое дыхание и заново радость жизни. Белорусские кардиохирурги впервые провели пересадку легких с врожденной патологией легочных артерий. Операция длилась 8 часов, а донорский орган везли с вертолетом из Витебска. Пациентке 37 лет, она ждала свои новые легкие 3 года. Теперь ее жизни ничто не угрожает. Татьяна Король продолжит. Три года в борьбе за жизнь и в 8 часов на операционном столе, а после возможность сделать свой первый вдох новыми легкими. Только благодаря трансплантации Татьяна Коваленко две недели назад в прямом смысле со вздохом начала заново отсчет дней уже без болезни. В омороке сложно дышать, не могла подняться на лестнице. Плохо себя чувствовала. Никогда не думала, что у нас в Беларуси проводятся такие сложные операции. Верю лучше. Буду поправляться ради своих близких. Врожденная патология легочных артерий, когда болезнь стала прогрессировать, Татьяну поставили в лист ожидания на пересадку легких. Диагноз редкий и практически неоперабельный. Из-за высокого риска приобрести вирусные болезни уже после операции. Но в этом случае врачи прогнозируют успех. Наш центр взял на себя ответственность оперировать пациентов, у которых имеется необратимое поражение сосудов легких, при котором имеется первичная легочная гипертензия. Человек родился, и у него такое заболевание, которое характеризуется тем, что постепенно происходит нарастание сопротивления крови, которая движется в легочных сосудах. Белорусские кардиохирурги во главе с профессором Юрием Островским провели такую трансплантацию впервые. Пока врачи удаляли больное легкое, пришивали новое, работу организма поддерживал аппарат искусственного кровообращения. А после пересадки, как в симфоническом оркестре, главную партию в своем ритме исполняет новый орган. Ежедневно в РНПЦ кардиологии проводится около восьми операций. В год эта цифра приближается к шестиста. Причем за возможностью обрести второй день рождения едут к нам пациенты из Израиля, России, Украины, Азербайджана. К слову, медицинский экспорт этого центра в прошлом году превысил полтора миллиона долларов. Но главное не эти цифры, а то, что благодаря рукам белорусских мастеров скальпеля к жизни вернулись тысячи людей по всему миру. И в их семьях малыши могут сказать слово «папа» или «мама». Татьяна Коваленко вернется домой к своим детям уже через несколько дней. Татьяна Король и Дмитрий Горкуша. Агентство теленовостей.